Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам покажу, как построить шлейф, как раскроить и какие материалы необходимы. И я покажу наглядно, сколько я использовала метров ткани для пошива свадебного шлейфа-трансформера. Если вам это интересно, то оставайтесь вместе со мной. Начинаем с вами строить заднюю половинку юбки. И я сразу вам покажу, как построить шлейф, а потом покажу, как построить переднее полотнище юбки. Я произвольно беру и рисую линию. Нарисовали мы с вами линию. Это будет сгиб нашей ткани. Прямо здесь можно так нарисовать сгиб. Потом к этой же линии я рисую перпендикуляр. Мне нужно нарисовать радиус нашей юбки. Мы измерим с вами наш обхват бедер. В моем случае это 98 см, которых я поделю на 20. Поделила я на 20 и получила я 4,9. Это у нас с вами будет норма бедра. Получается, мы таки запишем с вами то, что норма равняется 4,9. Теперь, чтобы нам нарисовать вот здесь вот нашу полуокружность, нам необходимо знать наш радиус. Для этого я напишу r, наш радиус. И я 2,5 умножу нашу норму. Получается, мы с вами 4,9 умножим на 2,5. Мы умножим на 2,5 и у нас получается 12,25. Но так как мне неудобно будет рассчитывать вот это число 25, я просто возьму и округлю до 13. Поэтому я вот здесь и напишу 13 см. Получается, от этой точки вот сюда в сторону я откладу 13 см. Вот так как у меня маленькие расчеты, я покажу вам просто наглядно. Я откладу 13 см. И теперь вот так же, как циркуль, я буду брать и по всему периметру откладывать свои 13 см. 13 см. Я делаю с вами вот такие вот пунктиры и теперь плавно соединяю все эти точки между собой. Получилась вот такая вот у меня полуокружность, такой вот у меня получился радиус. Получается, мой радиус равняется 13 см. Вот это будет наш верхний срез юбки. Сейчас вот от этой точки в сторону я откладываю желаемую длину. Если вы хотите, чтобы ваш шлейф был полтора метра, то мы вот сюда откладываем с вами полтора метра. Я прям вот так вот и запишу полтора метра. Если вы хотите такой же шлейф, как и у меня, от нашей точки, вот сюда вот в сторону откладем 3 метра. Получается, вся длина наша будет 3 метра. Так как я использовала фатин, ширина которого составляет 3 метра, я здесь положила фатин свой взгиб. Теперь, получается, у меня здесь будет два слоя. Вот я вот здесь вам написала, что у меня здесь сгиб. Получается, у меня будет фатин в два слоя. И вот сколько вам необходима длина 100 см, откладываем сюда 100 см. Метр 20, вот сюда откладываем метр 20 см. В моем же случае я взяла максимальную длину. Это получилось 133 см. Поэтому всю длину я взяла, которая мне позволяет, 133 см. Теперь, что мы здесь делаем? Теперь мы закругляем шлейф той формы, полуокружность, которую вы хотите. Вот смотрите, и получается у нас вот такой вот шлейф. И в дальнейшем уже будем с вами выкраивать по этой линии. У нас получилась вот деталька. Это у нас будет заднее, заднее полотнище, полотнище юбки. Краим мы с вами практически это полусолнце. Здесь давайте я напишу, что это у нас боковой шов. Боковой шов. Получается, мы вот эту вот детальку будем стачивать с нашей передней половинкой юбки, которую я сейчас вам покажу. Проводим линию. Проводим линию. К ней мы строим перпендикуляр. К ней мы строим перпендикуляр. Строит наше переднее полотнище юбки. Кроем солнце. Точно так же мы полученный нами радиус в 13 см. Я откладываю вот сюда. И откладываю вот сюда. Делаю вот такой вот я полукруг. Там указываю, что радиус равняется 13 см. Вот у нас наш радиус 13 см на задней полотнище юбки. Так как у нас боковой срез с вами был 133 см, мы с вами берем точно так же. Здесь я запишу 133 см. И здесь я запишу 133 см. И вот так вот по всему периметру я нарисую свои 133 см. В данном случае я рисую 13 см, чтобы просто показать. Получается вот мои 133 см. Я прям вот так вот и укажу 133 см. То есть так же я провожу плавной линией наш низ юбки. Это у нас с вами будет переднее полотнище юбки. Переднее полотнище юбки. Здесь у меня с вами будет сгиб. Боковой шов. Боковой шов. Получается боковой шов я соединю с боковым швом на заднем полотнище юбки. Для пошива шлейфа я буду использовать три слоя сетки. Первый слой сетки нижний у меня будет такой вот плотненький, грубенький. И поверх я уже буду нашивать два слоя мягкого нежного фатина. Получается грубой сетки у меня 6 метров, мягкой сетки у меня 9 метров. По низу шлейфа я буду настрачивать также вот такую вот плотную полосочку, которая состоит также из какой-то двойной сетки плотной. Когда вы будете поправлять шлейф, шлейф будет достаточно плотненький. Такая вот в общем удобная вещь. Шлейф будет трансформер съемный. Получается к платью будут пришиваться вот такие вот кнопочки и к шлейфу будет пришиваться другая кнопочка. Тем самым можно будет снимать шлейф и надевать. Вместо этих кнопочек можно использовать белые крючки, которые также нашиваются к платью и делаются специальные петли. К изнанке я буду пришивать вот такую вот резиночку эластичную, чтобы формер наш регулировался и одевался на любой размер. Также можно использовать тивную ленточку, которую можно настрачить на шлейф, чтобы его завязывать на талии. Сейчас покажу картиночку. Вот так вот выглядит мой шлейф. Здесь длина у меня 3 метра. И получается сейчас я буду его выкраивать. Один слой я уже выкроила, это будет второй слой. Потом я выкрою сеточку и покажу как это все будет выглядеть. Наложила я свой нить шлейф на один слой сетки и сейчас я буду это все вырезать. Так вот будет выглядеть наше переднее полотнище юбки. Сейчас я в этом вот углу нарисую 13 сантиметров по диаметру. Вот так вот я отрежу маленький кусочек. И теперь я 133 сантиметра отложу вот здесь, это будет наша длина юбки. И вот так вот по кругу я отложу 133 сантиметра. И вот так вот получается я вырежу такой вот полукруг. И вот у нас получилось вот такое вот переднюю полосу. А у нас также у меня вот здесь вторая деталь и с одной стороны уже был шлейф. Получился вот у меня вот такой вот закругленный шлейф в три слоя. Так как у меня нету манекена, я вот приколола к матрасу, чтобы посмотреть как оно выглядит. Вот сюда на низ я использовала вот эту вот сеточку, чтобы вот у меня низ держался. Между собой я три слоя закрепила ниточками в разных местах, чтобы удобно было, когда я раскладываю шлейф, чтобы не искать этот фатин. Часть уходит у меня на переднее полотнище платья. И вот весь шлейф, весь шлейф у меня будет со стороны спинки. Меня попросили сделать шлейф на резиночке, чтобы его можно было использовать на абсолютно разные типы фигур, чтобы можно было натягивать. Пришила я вот такие вот кнопочки транспаранты. Вот, если у вас есть леска, то можно использовать леску при пошиве. А вот этот шлейф в дальнейшем будет украшаться различными плацентрозами, цветочками. Все зависит от того, какой будет дизайн самого платья. Такой вот у нас получился, в общем, стандартный шлейф.